День памяти жертв ДТП у ивановцев уже прочно ассоциируется с пиар-компанией проекта РС-10. А как эта трагическая дата проходит в других муниципалитетах области? В Вичуге уже не первый год подряд автопробег памяти жертв ДТП организуют местные таксисты. На этот раз мероприятие проходит под эгидой детской безопасности в автомобиле. Сегодня мы проводим две акции. Первая – это память жертв ДТП, а вторая акция – это пристегни самое ценное. Это связано с автолюбителями, с тех, кто связан с автотранспортом, чтобы заботиться о безопасности не только себя, но и своих детей. Перевозили непосредственно всех детей только в специальных детских креслах, либо были пристегнуты специальными детскими устройствами. Ответ на вопрос, почему именно таксисты выступили инициаторами проведения массовой акции в этот день, председатель транспортного профсоюза дает без лишних раздумий. Для таксистов дороги – это большая часть жизни. Поэтому и безопасность на дорогах жизненно важна. Таксисты гораздо больше проводят времени на дороге, чем обычные автомобилисты. Они больше подвержены риску попасть в ДТП. И действительно, мы с вами видим, что сегодня таксисты в Вичуге в городе проявили такую инициативу. Значит, они ответственно подходят к нахождению своему на проезжей части и призывают всех соблюдать ПДД. На самом деле, это здорово. В акции приняли участие более 50 автолюбителей. Не только таксистов, всех неравнодушных Вичужан. Автопробег завершился на одной из центральных площадей в Вичуге. Организаторы акции решили, что водителям необходимо помочь соблюдать правила перевозки детей. И раздали всем проезжавшим мимо автолюбителям удерживающее устройство. Это как раз вам подарок. Сегодня день памяти погибцев в ДТП. Мало ли придется везти второго ребенка. Это как раз для вашей безопасности. Удачного пути, чтобы у вас все было хорошо. Сами таксисты это правило считают непреложным. У нас в каждой машине предусмотрено два детских удерживающих устройства и две подушки. Для двух пассажиров с детьми. Каждая машина стащена у нас. Это обязательно. В ДТП всегда есть виновники и жертвы. Но дети, пассажиры всегда страдают не по своей вине. Это и пытались донести до водителей организаторы. Чтобы водитель, садившись за руль, думал, что он управляет транспортным средством повышенной опасности. Чтобы пешеход, выходя из дома, осознавал, что он тоже является участником дорожного движения. В завершении акции участники мероприятия отпустили в небо десятки белых шаров. В память обо всех жертвах дорожных аварий. И в надежде, что впредь аварийных ситуаций и людей, пострадавших в них, будет меньше. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иванова, Вичука.